Так, ну, продолжаем Значит, следующая история Предположим, мы принимаем вот begin-end Мы их, конечно, все сохранили в приватные атрибуты Но немедленно решили, что все-таки хотим Чтобы пользователи к этому begin-end имели доступ Вообще абсолютно стандартное классическое решение Из известных вам языков программирования Это просто сделать так называемые getter То есть сделать пару методов, которые будут называться Get begin и возвращать begin И get end и возвращать end Тут как бы проблем никаких нет Вот, это действительно работает Вон, мы запихнули туда 1 января 2018 года И получили 1 января 2018 года Тут можно задать вопрос А чего бы нам просто тогда их публичными-то не сделать Чего бы не сделать self-begin равно begin И просто сказать пользователю, читай begin Ну, тут может быть проблема в том, что Потом мы в какой-то момент решим, что begin мы будем хранить как-то по-другому А пользователю все еще будем отдавать так же Поэтому если пользователь завязан на методы То от него что-то там скрыть внутри можно и что-то перемешать Если же пользователь завязан на атрибут непосредственно, железно То, ну как бы, ой, ничего с этим поделать нельзя И он как бы его читает напрямую, а нам-то что с этим делать Так вот, в питоне это не так Вот эта вся вот логика, к которой все привыкли, это неправда Можно дать пользователю спокойно читать атрибут Потому что в случае чего можно атрибут заменить на магию Которая будет притворяться атрибутом, но атрибутом не являться Эта магия называется property Вот такой вот штука Вот у меня есть, типа, под капотом begin Я объявляю begin как property, говорю, будешь возвращать self-begin И даже setter begin добавляю Говорю, когда тебя вызовут, типа, равно value, сделай в себя равно И аналогично для end Вот, и в этот момент я смогу к begin обращаться без скобок Вот так вот, как будто бы это просто атрибут Но при этом будет вызываться вот эта вот функция Вот такая вот фишечка у питона Вот с помощью вот этого декоратора property Тоже, кстати, одного из самых первых древних декораторов Можно добиться того, чтобы пользователь указал, что он просто обращается к атрибуту А на самом деле он вызывает под капотный метод И аналогично, когда он будет говорить begin равно date time Он будет не создавать атрибут begin, как ему кажется А на самом деле вызывать вот этот вот setter Чпок Смотрим в begin 2016 год И если посмотреть вот в подчеркивании begin, да, там тоже 2016 год Все работает Вот, то есть, в принципе, никакие getter вот в таком вот виде В питоне не нужны В общем случае, потому что вы спокойно говорите self Вот так вот, self begin равно begin И говорите пользователю, типа, читай атрибут А если вы вдруг что-то захотели переделать во внутреннем API Вы просто берете, заменяете атрибут на property Пользователю все еще кажется, что он читает атрибут На самом деле нет, а сам ли он вызывает там метод на 800 строк Нет, не делается так Так что, в общем, property это вот такая классная магия Как вот это вот все работает Я могу, в общем, рассказать Могу и не рассказывать Но, как бы, если вы внимательно слушали про декораторы То можно догадаться, да, что А почему у сетера R&D нету параметра R&D? Это баг Ну, в смысле, я ошибся А поскольку мы здесь тестим только на богине То это не всплыло Если я скажу здесь N, то Да, вот оно упадет Вот Рекомендую рассмотреть карьеру тестировщика Вот Ну, это шутка, на самом деле Ну, как бы, да, я ошибся Бывает, надо потом поправить У нас еще будет подробная лекция Про всякие метапрограммирования И трехэтажные декораторы Но если коротко То property, декорируя begin Вложила в него Атрибутом setter Который тоже декоратор Которым можно декорировать следующий begin И он совместит getter и setter под одной крышей Но setter это не круто Нет, 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 нет Это просто вот property В begin Отложила свою вот эту вот Личинку setter Которую можно потом воспользоваться Вот То есть это вот такая Странная магия Но синтаксис выглядит клево А работает внутри достаточно сурово Вот А мы то есть всегда должны property писать А потом же begin To setter И все делать Или даже property тоже Не, если вот здесь Слово property не написать То это будет просто метод begin Который со скобками надо вызывать Все остальное не сработает Ну а остальное вообще Да, он скажет Чего? Какой begin.setter? О чем ты говоришь? Типа нет там Ну вот Давайте попробуем Я прям покажу Первая же ошибка Это типа У функции нет никакого Setter Типа О чем это ты? А вот Вот этот вот property Он добавил Функцию setter Ну он вообще Без всяких заморочек Просто внутри себя написал Function.setter Равно И еще одну функцию Туда положил Так можно И по количеству аргументов Он сам понимает Что именно Нет Там на самом деле Все не так Там питон сам Различает Я же говорю Set это не частный случай Get То есть это не выглядит так Что питон берет End А потом для него Вызывает присваивание В питоне так не бывает Питон просто видит Что ага End равно Значит надо вызвать Из этого объекта Там служебный метод Setter.tr Вот Короче Get и set Ну то есть смотри Если Если бы вот это Работало как get То потом к нему Равно Сделать было бы нельзя Потому что Никакого L-value В питоне не бывает L-value Если вы понимаете Это Вот В плюсах И в перле По-моему Механика Когда вы можете Вернуть что-то К чему можно присваивать В питоне Нет такой механики Нет Нельзя вернуть Что-то К чему можно присваивать Поэтому для питона Вот это Единое выражение Вместо этого Ну реально будет вызвано Типа Interval Точка Set От.tr Там Типа End Там Такой-то DateTime Ну это очень условно На самом деле Там все Немножечко не так Но короче Питон сам вызовет Set.tr Вот А этот Set.tr Он там уже Переопределен Вот этим Вот Property Но на самом деле В случае В случае С property Все вообще Не так Там есть Еще одна Магия Но я Расскажу На лекции Про Дискрипт Про Метапрограммирование Если вы Это позволите Потому что Как бы там В двух словах Не расскажешь На дохлой кобыле Не подъедешь Вот Там достаточно Хитрый механизм Ну ладно Если вкратце То Питон Перед тем Как возвращать Атрибут Непосредственно Он Самого атрибута Спрашивает Слушай Тут тебя хотят Из объекта Забрать А ты не хочешь Что-нибудь Сделать Другое Вместо этого И он может Сказать Да хочу И аналогично Типа Я тут собираюсь Тебя заменить На 42 Но может быть Ты знаешь Что с этим делать Тебя тут Как атрибут Пытаются присвоить И Объект может Сказать Да Я типа В курсе Я специальный Магический атрибут Называется Дискриптор Ну Вот В другой раз Это Очень Сложно Пока Просто Типа Классный Синтаксис Как в джаве Собачка Собачка И все работает Мы доберемся До этого Еще Еще Вы пожалеете Нет На самом деле Там здорово Но Надо просто Разбираться Вот Лекция Которая будет Про метапрограммирование Это вот Она прям целиком Такая Что можно ее Не слушать И Два года Успешно Программировать На питоне Это Правда Но Если повезет А если не повезет На второй же неделе Вы напоритесь И ничего не будете понимать Поэтому Мы стараемся Как бы целостно Картину писать Да Теперь про магические методы Вот Очень коротко Основная часть будет На лекции Про метапрограммирование Возвращаемся К нашей Той реализации Где у нас был Просто Багин-энд И тупо метод Гет-лэнгс Который Длину возвращал Да Это прекрасно работает Вот мы там Создали интервал Все замечательно Теперь вопрос Ну вы все знаете Да Что когда я В Юпитере Просто пишу Какое-то Выражение Которое что-то Возвращает То Он мне там Что-то выводит Вот там Кто-то спрашивал А что это за цифры Да Вообще Откуда он вообще Вот это вот Все берет Вот я Попрошу вас Сейчас вывести Мне интервал Юпитер И Строковое представление Интервала Сам интервал Юпитер считает Это вот такая вот штуковина Пока не очень понятно Откуда он это взял Строковое представление Что характерно Абсолютно такое же Но только в кавычках Да Это строка Содержащая все То же самое Так вот Что будет выведено Вот здесь Юпитером Этим можно управлять Если вы Внимательно слушали Я уже два раза оговорился И говорил про некий Репр у объекта Вот репр это его Репрезентация И Юпитер выводит Репрезентацию объекта И объект может управлять Тем Какая у него Репрезентация Определив Специальный служебный метод Почерк-почерк Репр-почерк-почерк Вот Именно его вызывает Юпитер Чтобы узнать Как объект нарисовать У него есть там Дефолтная реализация Которая пишет Просто Класс Эт И память Да Но мы можем Написать туда что угодно Считается Что репр должен быть Максимально близок К реальному питон-коду Который можно исполнить Чтобы получить Такой же объект Это не всегда возможно Но Как бы Этого правила Стараются максимально Придерживаться Что Типа Репр должен быть Похож На питание чекот Хотя Ну вот это Как бы Совершенно не так Не совсем Чуть позже Об этом Значит Вот я Определил Вот такой вот репр Давайте посмотрим Что случилось Ой Простите Да Надо Пересоздать объект О Вот видите Теперь Наш репр Это TimeInterval От DateTime Такого-то До Intent Такого-то Объясните Обратите внимание Что я делаю Я говорю Мне пожалуйста TimeInterval От двух аргументов Каждый из которых Это репр Begin И репр End То есть За генерацию Вот этих строк Отвечает DateTime DateTime Их автор Сказал Что у них Репр Вот такой А у нас Репр Ну как бы Вот такой С репром Того что у нас Там внутри Вот Теперь по поводу Того что вызывает Print Print вообще говоря Обращается к служебному методу Почерк Почерк Стр Почерк У которого Дефолтная реализация Это возвращение Репра Поэтому когда мы Переопределили репр У нас изменились Обе строки Но если мы Переопределим Отдельный репр Отдельный str То предсказуемо Ой Я Не тот классик Простите Оп Да То короче Репр будет Вот таким вот Занудным А Строковое представление Вот такое Строковое представление Это Строковое представление Begin Стрелочка Строковое представление End Стр Здесь можно Явно не вызывать Его вызовет формат Сам при подставлении Вот Ну и сравните Да Соответственно Вот это репр Долго занудный И как бы Как будто бы На питоне А это классный Модный str Который Ну чисто там Для пользователя Ну для условного Пользователя Скорее там Типа для программиста Который логи читает Так Так еще раз Если принт выводит То что А Ну во-первых Можно репр Явно вызвать Вот так вот Ну вот Во-вторых Он Ну как правило Не нужен Особенно Вот Он больше Вот для Такого Для Юпитера И для питона В интерактивном режиме Вот Короче Таких служебных методов Как репр И стр Их целая пачка Мы об этом еще поговорим Но их там Реально Огромная куча Там типа Как вычислять длину Как складываться Как вычитаться Как реагировать на Там Использование в цикле Как реагировать на Использование в качестве Контекст менеджера Вам вот Про контекст менеджера Рассказывали Помните Уиз Когда вы пишете Там Уиз Там Не-не-не-нет Ну ладно Еще расскажем Корот Ну понятно Да Декоратор Это метапрограммирование Поэтому Чуть попозже То есть Оно только В качестве Такой Вишенки Присутствует Вот здесь Вот И короче говоря Это называется Там Python Data Model То есть Вот это Все внутреннее API Оно там Описано И Про это мы еще поговорим Но надо понимать Что с помощью Вот таких служебных методов Можно Всякими там Процессами Внутри объекта Управлять Ну как бы В конечном счете Тот же init Это часть Вот этого Вот Вот Теперь пришло Время Поговорить Про Наследование Смотрите Если кто Не В теме То ВОП Одна из фишечек Таких Приятных Это Ну и обычно Считающиеся Центральными Это Наследование Смысл в чем Вы можете Объявлять Новые классы На основе Уже существующих Расширяя Вот То есть Вы берете Некий класс Наследуетесь От него Что-то Доопределяете И получаете Там более Конкретную Реализацию Там более Функциональную Или работающую По-другому Чем базовый класс Вот Ну обычно Это Какое-нибудь там Типа Базовое сообщение И от него От него унаследованы СМС Сообщение Имейл Сообщение И там Пуш Уведомление На мобильник Да Соответственно Базовое сообщение Умеет там Собирать тексты Еще что-то там А конкретные Наследники Умеют правильным Образом Его посылать Либо там Через СМС Шлюз Либо там Через Пуш Уведомлялку Либо через там СМТП сервер Ну вот Значит Мы будем писать Класс Базовый Time amount Который Вот у нас есть интервал Это вот конкретно Отсюда досюда Но есть его более Такое Общее понятие Time amount Это просто Количество времени Фактически Вот это Time delta То есть это просто Типа 27 минут Не откуда-то Докуда-то А вообще Вот Собственно Time amount Базовый Будет принимать Вот этот Time delta Который в принципе То же самое делает И добавлять к нему Пару методов Во-первых Возвращать Длину В виде Time delta То есть Просто ее саму Вот И Говорить А достаточно ли Этого времени Для того Чтобы впихнуть В нее Вот эту Другую delta Ну соответственно Если другая delta Меньшая Значит достаточно Если нет То нет Ну понимаете Да я создаю Time amount 20 минут И говорю А хватает ли 20 минут Для того чтобы совершить 40 минутное действие Ну как бы нет А 20 минут Для того чтобы совершить 10 минутное действие Как бы хватает Вот Ну можно потестить Значит вот я создаю Time amount 42 секунд Спрашиваю Достаточно ли Там 32 секунд Для 32 секундного действия Да достаточно Вот Теперь Можно сказать Что наш Time interval Вот Мы его чуть-чуть Перепишем Это вообще Говоряет Частный случай Time amount То есть У нас есть В нашем Time interval Начало и конец А все остальное Как бы Мы обладаем Теми же свойствами Что и Time amount Единственное Что нам придется Переопределить Get length Вот здесь есть тот А у нас есть свой А да Наследуемся мы Указывая родителей В скобочках Вот Соответственно В чем фича Почему мы хотим Отнаследоваться Потому что мы на халяву Получим метод Enough for Enough for Он как бы Его только длина Интересует И как бы Она у нас есть Все будет работать Но на самом деле Нет Потому что В текущей реализации Enough for Используется Self delta Это неправильно Это как бы Вот Это то От чего Time amount Может абстрагироваться Если я здесь скажу Просто get length То Все заработает О Видите То есть Я Вы поняли Да что я сделал Я говорю Time amount Ты в своем Enough for Не заботься Пожалуйста О том Как конкретно Получается Get length Ты просто Его вызови И сравни С another delta А get length У тебя Это delta А вот у нас В наследничке Это разница Enda и begina А до этого Здесь было Прямо Захардкожено Self delta И это не работало Потому что В наследнике Никакой self delta Нет А у наследника Нет Рагмента Не А у нас Конструктор Переопределен Self delta В конструкторе Создается Мы его Переопределили В нашем Time interval Нету Дельты Ага А родители Нельзя приинциализировать Как-то Ставим Набавно Ой Ну в смысле В потомке Нельзя приинциализировать Как-то Дельты Да Можно было бы Сделать наоборот Можно было бы Сделать так Что типа Мы Ну то есть Фактически Скажем так Вот этот вот Get length Это и есть Инициализация Вот этой Ну Виртуальной Дельты То есть Вот это Точка склеивания Типа Давайте мы все Определим Get length По-своему А от него Уже будет работать Все остальное Да Но да Конечно Можно было бы В конструкторе Написать Self Дельта Равно Типа End Минус Begin Но это Как бы Не совсем Чисто Потому что Я как-то Слишком много Знаю О том Что там Происходит Я Можно просто Вот Определю Метод А вы Там Сами Разберитесь Не надо Мне Атрибуции Заставлять Определять И вообще Странно Все это Мы не Все Вот For нам Достается Вот этот На халяву Мы просто Переопределили Get length А enough for Нам У нас Просто Заработал Вот Соответственно Любые Другие Наследники Time amount Какие там Они могут Быть Например Класс Который Хранит Множество Интервальчиков Get length Определяет Как сумму Их длин И ему Тоже На халяву Достается Enough for Ну Если Конечно Как бы А если От них Чисто Дальше Пойдет Тоже Ну да То есть Как бы Наследование Дерево Наследование Может быть Сколько угодно Глубоким Как обычно Более того Как Вот Я чуть-чуть Пролистал Тут Уже Засполерил В питоне Есть множественное Наследование Можно От наследоваться Много От кого Да А вот Ну И на халяву Это Примая Просто Метод Который Разделяет То Что До Наследования После Наследования Какой Типа Метод И Из-за Это А если Например Мы четко Переоприятием Этот метод И хотим Вызвать Метод Родителей То Как Делаешь Дезинам А Если мы хотим Вызвать Метод Родителей Я не знаю Я рассказываю Про это Сейчас Секундочку Может я Возможно Я на это Забил Потому что Это Один из Таких Тонких Моментов Сейчас Да Я на это Забил Короче Есть способ Специальный С помощью Специальной Специальной Функции Супер Можно вызывать Метод Родителей Напрямую Это особенно С инитами Популярно Ты попал В инит Ты проинициализировался Своё И вызываешь Родительский Инит Такое бывает Но ты Можешь вызвать Только следующий Как бы А там Уже решат Хотят они Дальше вызывать По цепочке Или нет Если все Себе вставили Супер То все Вызовутся Как бы Вот поэтому Я говорю Не Верхний А следующий Потому что Есть некий Порядок В котором Они проходят И ты можешь Передать Следующего По порядку Вот О том Какой порядок Как бы Я чуть попозже Расскажу Если у нас Есть один Класс Он Наследован От двух Родителей Вы говорите Родители Есть Одинаковые Да Вот я же говорю Поэтому Супер вызовет Не верхний Потому что Верхних два Нельзя говорить Про верхний А супер вызовет Следующий В порядке Обхода Среди двух Родителей Есть всегда Первый И есть второй Вот Более того Как бы Не факт Что следующим Вызовется Обязательно Родитель Может вызваться Брат В случае Если наследование Как бы Вот такой вот Формы Доберемся Чуть-чуть Попозже Про множественные Наследования Мы как бы Пока не знаем Кто знает Про множественные Наследования О Видишь Все Никто не знает Вот Короче Да В двух словах Про Абстрактность В Питоне Есть Специальный Пакет ABC Который Как ни странно Означает Никакой не алфавит Как можно было Подумать А Это расширается Как Абстракт Бейс класс Вот Там есть Специальный Мета класс Который Можно вот так Прицепить своему классу Пока не очень важно Что это такое Там есть Специальный Декоратор Тоже пока не очень важно Что это такое Который вот так вот Можно нацепить И Таким образом Можно создавать Классы У которых есть Абстрактные методы То есть у которых Нет реализации И такие абстрактные Классы нельзя Инстанцировать То есть если я вот сейчас Попытаюсь Этому Абстракт Таймаут Ну создать объект Абстракт Таймаута Мне честно скажет Что Нельзя Инстанцировать Абстрактный класс Абстракт Таймаут Потому что В нем есть Абстрактный метод GetLength То есть мы говорим Что реализация Да 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 То есть этот Класс нужен Только для того Чтобы от него Наследоваться Он абстрактный Вот Если вы на любых Других языках Писали То там Вся та же Ерунда бывает Да 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 Безусловно То есть Как бы Это просто такая защита От того Чтобы его Случайно Никто не создал Ты как бы Просто помечаешь Свой класс Как типа Я сам работать Не буду Меня создавать Бесполезно Да Популярным методом Является например Вместо вот этого Всего Просто вот здесь Пишешь Race Not Implemented Error И все Короче И точно так же Его уже можно создать Теперь правда Но если вызвать GetLang Все равно Все упадет Это чуть хуже Потому что Его можно создать Он чуть позже Будет ругаться Чуть лучше Вот так Потому что Так он сразу Ну ругается Уже В тот момент Когда ты просто Пытаешься создать его Вот так А мы же создаем Объект этого фонса А не вызываем Ну вот Потому что У него Мета-класс Пределом И он уже В момент создания Проверяет Что там есть Абстрактные методы Это специально Ну то есть Как бы В этом фиче А То есть даже объект Не создастся Да-да-да Даже объект не создастся Он такой Типа Не-не-не Написано же Абстрактный класс Типа Ты куда Да Теперь про множественное Наследование Смотрите Значит Популярным Ну то есть Со множественным Наследованием Как бы все в порядке Да Можно просто Взять и унаследоваться Вот Популярный пример Это Есть InputStream Есть OutputStream Есть Двунаправленный Стрим Который одновременно Обладает свойствами И InputStream И OutputStream Да Это Как бы вообще Не проблема Вот Из Input OutputStream Можно вызывать Write А можно из него Вызывать и Read В нем есть Ит Ой-ой Простите Ну там просто Readу надо Без параметров Можно вызывать и Read Все нормально Как бы он поддерживает И то И то Вот Проблемы начинаются Почему собственно Множественное наследование Это всегда такой Скользкий топик Проблемы начинаются Когда у этих двух Есть какой-нибудь GetName Давай просто вот так вот Вот если InputStream Это тоже стрим И у него есть Какой-нибудь GetName Тоже И он начнет Двойку И есть какой-то OutputStream Это тоже стрим Вот Когда наследование Начинает замыкаться Вот в такой Типа знаете Это называется Diamond обычно Вы понимаете Да Есть Ребенок Два родителя И снова родитель Вот получается Romp Вот как только Появляется Romp Все начинает Быть плохо Потому что Абсолютно Непонятно Кто Первый Должен Блин Обслуживать методы Вот То есть Вот Типа Если из этого Input OutputStream Вызывает метод Который там нет Он сначала Спрашивает У Input А потом Input должен Спросить у своего родителя Или сначала Надо спросить Output Если сначала Спросить родителя То получится Что родитель Раньше чем Output Начал отвечать Нам на вопрос Хотя у Output Вообще говоря Более конкретная Реализация В общем Вот эта вот Каша Она Разруливается В том порядке В каком указано Вот в этом методе В атрибуте МРО Этот алгоритм Называется C3 Он действительно Не ходит в родителей Пока не обойдет Всех детей Вот видите Как здесь Значит сначала Input Output Потом input Потом output И только потом Ой Что-то наш стрим Куда-то делся Секунду Вот И только потом Стрим Самый-самый Родительский Вот Как этот алгоритм Подробно Работает Там И Что происходит В еще более Диких случаях Можно вот По ссылочке Прочитать Я не хочу Это пересказывать Я Начал Когда делать Рассказ Про это Я понял Что Я всех Убью Просто Если Начну это говорить Потому что Там Через строчку Без усилий Непонятно Даже мне Хотя я эту статью Три раза читал Вот Как бы Ну то есть там На самом деле Идеологически Там Все Просто Я конечно Перевеличиваю Вот Но Технически Там очень много Всякой каши Вот И короче говоря Именно поэтому Множественное наследование Следует избегать А вернее Стараться Не замыкать его Ромбами Вот Или если вы так Замыкаетесь То нужно понимать Что будет происходить И все такое Обычно Множественное наследование И использует Только для того Чтобы То есть Настоящий родитель Логически Обычно один А остальные родители Это просто Миксины Это как бы Такие Просто вспомогательные Классики Которые логику Доносят Вот обычно Вот в таком виде Вот Ну в общем Статью Почитайте Вот Дальше Смотрите Бывает такое Что нужно Создать Класс В котором Тупо Есть набор Атрибутов Которые Можно заполнять И читать Вот Какая-нибудь Знаете Вот Какой-нибудь Простой пример Это типа Трехмерная точка У нее есть X, Y, Z И я не хочу Никаких методов Туда помещать Ничего Вот просто хочу Заполнять X, Y, Z И читать X, Y, Z Типа структура Обычная Сишная структура Вот для этого Перлей Есть В Модуле Collections Специальный Класс Named Tuple Который Такие Классы Генерит Вы говорите Named Tuple Говорите ему Имя класса Который вы хотите Сгенерить И Собственно Список Атрибутов Который вы хотите Чтобы в этом Классе был Присваиваете Его в какую-нибудь Переменную Желательно С таким же Названием И у вас Обычный Класс Которым Вы можете Дальше Пользоваться Вот смотрите Оп Begin 2018 1 января End 2 января Begin 1 января Все замечательно Вот Если я все-таки Хочу Туда Впихнуть Своих методов Но основа Мне все еще нравится То можно Этот Named Tuple Использовать Сразу В скобках Как родительский Класс То есть я говорю Я объявляю TimeInterval Сразу Наследуюсь От вот этого Named Tuple И доопределяю Что хочу Например Тот же самый GetLength Так делают Фактически Зачем мне Вот этот Класс Нужен Я им не Собираюсь Пользоваться Он типа Абстрактный Мне Нужен Вот этот Сразу То есть Единственное Что здесь Название Можно Поумнее Придумать Можно сказать Там Abstract TimeInterval Или Base TimeInterval Или что-нибудь Такое Но вообще Да Так делают Это как бы Просто способ Быстренько Класс настроить На то Что у него Сколько-то там Публичных Атрибутов Ну важно Что они Публичные Поэтому Это сравнительно Не часто Встречается Ну то есть Да Нет там На самом деле Там для всех Есть property Для всех Есть getter Для всех Есть setter Есть уже Готовый Конструктор Который В этом Порядке Принимает И чтобы Все это Не писать Я просто Name Tuple Такой А дальше Моя Логика Вот это Удобно Ну ты Видишь Что Здесь пропал Наш Конструктор Дурацкий Вот И Тривиальный Скажем так Вот И Все Замечательно Self-end Self-begin Нам доступно Констант Можно В property В setter Написать Raise error Можно Setter Мы можем Делать Вот так Да Он будет Ругаться Блин Ну Нет Даже так Можно setter Не делать Короче Вот Ну то есть Я не знаю По-моему То же самое Ну вот Я про этот setter Ну обычно Просто делают Приватным Атрибут Ну с подчеркиванием И дают для него Только getter Ну как бы Вот он И ridonley Сейчас Так А вот Про миксинчики Сейчас Не Оказывается Есть слайдик Сейчас Что-то С тачпадом Метод Можно Вообще Легко Переписать И от этого Защищает Как бы Только Типа Здравый Смысл Ну то есть Можно всегда Написать На самом деле В объекте Типа Interval Точка GetLength Равно 42 И все И ты его Сломал Как бы Ну Не знаю Не делай так Вот Не Кстати Довольно-таки Забавно Но действительно Ни разу Я с такой Проблемой Не сталкивался Хотя Я сейчас Подумал Что да Можно Действительно Случайно Там Что-нибудь Разломать Так Name Tuple Да Еще чуть-чуть Про метапрограммирование Но Так Совсем Коротко Значит Еще раз Если вы Создали Объект То с помощью Type Можно Выяснить Его Класс Вот Но Если вы Сравните Класс Stream И Output Stream Вы конечно Получите False Понятно Почему Потому что Type Stream Это Input Output Stream Но Вообще говоря Stream Это Output Stream Потому что Он же Его родитель В широком Понимании Stream Умеет Все Что Умеет Output Stream Поэтому Правильно Такую Проверку Делай С помощью Функции Из Инстанс Она Вернет True Она пройдет И всех Поспросят Более того Object Как класс Который Является родительским Для всех Хотя мы Его нигде Не пишем Он тоже Соответственно Его Инстанс Вот Класс Можно посмотреть Еще в Служебной Переменной Почерк Почерк Класс Почерк Почерк Вот Но по-моему Type Его и вынимает Можно даже Посмотреть Родителей В Почерк Почерк Безис Почерк Почерк Вот Если вы Делаете Какую-то Лютую магию Какой-нибудь там Свой Мега Декоратор Который Все Категорически Улучшает То вы можете Вот туда Заглянуть Вот Ну и конечно же Всеми любимый Почерк Почерк Дикт Почерк Почерк Возвращает Просто все Атрибуты В виде Мапки В виде Дикта То есть на самом Деле Вот Все атрибуты Которые в Объекте Или в Классе Есть Это просто Большой Этот Дикт Как бы Без заморочек Можно кстати попробовать В классе есть Дока В классе Есть Ссылка там На модуль А больше Там ничего и нет А если Какой-нибудь Аутпуд прокси Аутпуд стрим Посмотреть То там еще есть Райт Который Функция записи То есть Вот с помощью Этого Дикта Можно Неплохо Анализировать Что там Где происходит Есть еще Полезная Штука Дир Она выводит Гораздо Больше Она выводит Все что там Вообще Поддерживается Вот иногда Это бывает Полезно Вот О да Теперь в двух словах Про миксины Как я уже говорил Да С Множественным Наследованием Куча проблем Блин Что ж такое Поэтому Их пытаются решить Чисто логически Не технически Выделяя Среди классов Так называемые Миксины Синтаксически Технически В питоне Миксин Никак вообще Не отличается От Базового Ну от обычного Класса Он Отличается Исключительно Логически Что такое Миксин Миксин Короче Это не Класс Который Можно Сам по себе Инстанцировать Он вообще Для этого Не предназначен Он вообще Не выражает Никакого поведения Он Содержит Просто Набор Некоторых Фич Некоторых Методов Или методов И атрибутов Смешанных Которые Можно вонзить В класс И они Будут вместе Работать Вот В частности Вот Begin And Mixin Это Миксин Который Предоставляет Вам GetDefaultBegin И GetDefaultEnd Как методы Класса И заодно Тащит за собой Атрибут DefaultBegin Просто Он тоже Нужен Вот Сам по себе Этот класс Никакого вообще Смысла Не имеет Это вообще Не класс Это как бы Просто Пачка изменений Теперь все Кому нужны Методы GetDefaultEnd И GetDefaultBegin Могут просто В список Родителей Вписать наш BeginAndMixin У них появится Вот это все Добро В их Распоряжений И они смогут На него Завязаться То есть теперь Наш TimeInterval И вообще Все кому там Не по поди Какой-нибудь там Пользователь Не дай бог У него там Есть время жизни О пожалуйста Он тоже может Унаследоваться От BeginAndMixin И у него тоже Все это заработает Вот это очень часто Используется Во всяких фреймворках Там хорошим примером Является Например что Там Все классы Отвечающие Там Условно говоря За обслуживание Запросов пользователей Наследуются От класса Проверь Типа Проверь права То есть вот Джанго Если вам это слово Чем не говорит Популярный Веб фреймворк На питоне У него там Есть набор Миксинов Типа Не забудь проверить Права Или типа А этот запрос Это джисон Вы добавляете Просто себе Запросы Это джисон И у вас появляются В вашем распоряжении Какие-то методы Или даже Какие-то переопределяются И сами что-то делают Например Вместо запроса В виде текста Вам сразу джисончик Прилетает А вы Возвращаете дикт А он там сам В джисон заворачивается То есть такие вот Это вот такая Воспомога Ну и собственно Ну как бы Никто не сомневается Это работает Вот Очень коротко В принципе Конец Про ОП Есть такая Волшебная штука Как Слот Это специальный Волшебный атрибут Вот такой С двумя подчеркиваниями В котором можно Намертво задать Список атрибутов Который будет В ваших объектах Если вы попытаетесь Создать любой другой То вам скажут Что такого Атрибута нет И не дадут Его создать Слот нужен Не для управления Не для логического управления Он нужен Исключительно Из соображений Производительности Вот Потому что Вы видели Да Я выше показывал Что ваши атрибуты Они хранятся В виде Мапки Ну в виде дикта И это Расточительно Если у вас Миллиард Поинт Трехмерных точек То вы храните Миллиард диктов Это много Вам лучше их хранить Просто в памяти Плотно Один друг за другим Вот как обычный Сишный стракт И в этом случае Вы объявляете Слотс И питон хранит Их именно так Это позволяет Серьезно экономить Память Ну и заодно Конечно Ускоряет процесс Если вы Используете Слотс Направо и налево Вы делаете это зря Потому что Если вы не создаете Миллион объектов Этого вида То что там дикт Что там не дикт Что там экономить Непонятно Вот Никакого смысла В этом нет Это только Там Скорее всего Еще может Что-нибудь сломать Потому что Если вы пользуетесь Сторонними модулями Они могут на какую-то Магию ориентироваться Пытаться вам Какие-нибудь Свои служебные Атрибуты запихнуть В объекты Что редко Но бывает Вот Ну и соответственно Слот сделает Объект таким Нетипично питонячим Вот И вы нарываетесь На спецэффекты Ну и в принципе Как бы И другие программисты Ну и в конце концов Это просто неудобно Если я хочу написать новый Создать новый атрибут Я должен его вписать И сюда И сюда И так А теперь ну давайте Еще сюда Ну типа Сколько можно Какая-то строгость Появляется Не будет такого Что там Откуда-то проинцело Там какой-то вообще Там дом на Как бы Как бы Ну Эта строгость Она достигается и так Тем что давайте Просто только в конструкторе Все объявляться Этого достаточно Вот То есть Ну грубо говоря Мне патчар подсвечивает Желтеньким Когда я пытаюсь Атрибут объявить Вот как-то вот так Он говорит Или вот здесь Например Если я попытаюсь Он мне скажет Че-че-че-че Подожди Там такого нет Вот Этого мне вот так достаточно Для того чтобы Мне и так надоело Писать и сюда И сюда И еще вот Здесь вот Здесь же еще Все это постоянно будет Вот так Begin Я и так повторяю Это в пяти разных местах В шестой Никакого желания Не имею вписывать Вот Но как бы Но вот такая Техническая возможность Есть А в патчарм Ну в основном Да С питомом Ну или в виме Как бы Ну то есть Если это какой-то Большой проект И я там собираюсь Какое-то время провести Да Патчарм Если это как бы Новый скрипт Я там зашел Могу и виму поправить Патчарм ничего Вообще Надо сказать Он хороший Даже по мне Эдишн Вот И последний Наш Блок тестирования Мы к нему сейчас Чуть попозже перейдем Мы уже Времени ограничены Давайте вы Поспрашивайте Что-нибудь Про все это добро ООПшное Вот Я понимаю Что Как бы Вполне возможно Что вы что-то упустили Просто к сожалению Вот эти вот лекции Первые Которые про синтаксис Они больше про Ну набор фактов Тут нет никакой Единой офигенной истории К сожалению У которой есть конец Вот Увы Тут есть просто Ну вот Набор того Что вот это делается так Это делается так Это делается так Но я надеюсь Что вот этот вот файлик Который я набрал И рассказал Он вам поможет Ну или там В крайнем случае Даже теперь скринкаст Есть Короче Я думаю Что так или иначе Вам понравится И поможет это все И вы там Сделаете домашку Успешную И все такое Там вот Ваш коллега Нашел ошибку В тестах Спросите что-нибудь Есть какие-то базовые Эффективные шаблоны Для ООП В смысле Чтобы вот эти Простыни не писать Вот такие Например Для того же Домашнего задания Например Хоть-то шаблон То есть Ну нужно сделать Есть же шаблоны Какие-то для ООП Ну как обычно В смысле Ты шаблонами называешь Типа Ну подходы просто А Не паттерны проектирования Там нет? А ну может быть Не я говорю Шаблон это вот Вот такой Энит Он очень типичный Он почти всегда Выглядит так Не ну это понятно Я имею ввиду Допустим Обживить абстрактный класс Ну для тех же матчей Например И потом оттуда Уже как-то Ну вот Вообще домашка Вот это подразумевает Что два набора правил Это Короче Да Базовый класс И его реализация Если ты там У меня из-за плеча Смотрел В мою реализацию Которую я там смотрел Там сделано именно так То есть там на самом деле Есть некая общая логика И есть несколько методов Которые надо переопределить Отдельно для Правил По лункам Отдельно для правил По Как там Второе называется Не помню В общем Ну вот два типа правил Это фактически Это фактически Два наследника Одного базового класса Это правда Это надо делать Именно так Это как бы будет Ну то есть я буду Добиваться Чтобы это было переделано Именно в этот вид Потому что это Ну логично И Скажем так Вяжется Еще раз про этот вид Если вы читали домашку Нужно реализовать Как бы Класс Который проводит матч В мини-гольф И есть два вида правил Вот один Кто быстрее забил А второй Кто первый Грубо говоря Вот То есть В одном Тот Который меньше Количество лунок А в другом Кто Не-не Ну там в одном Короче Если ты Не первый То Все равно Какой ты проиграл Это второй вариант А первый вариант Это типа Чем раньше Тем лучше Но Как бы Если кто-то забил Это еще не значит Что тебе все равно Ты все еще Пытаешься забить Как можно раньше Вот И Фактически Это Два Очень похожих Набора правил В которых только Несколько методов Там должны Ну то есть Это базовый класс Какой-то Который проводит Матч в принципе И Два наследника Который Перепределяет Некоторые аспекты Вот Это должно выглядеть Именно так То есть Например Ну грубо говоря Метод который Прилет победителей Вот он Различается Да Потому что Победители Там отличаются Ну вот Набираются Разным способом Так что У нас есть класс Победитель И два класса Нет У нас есть класс Матч И у него есть метод Получи победителей И в одном написано Наследники Возьми всех Кто у кого Самый Да Да Типа Базовый И два наследника Да И там уже методы Мы через функции Там Вот И давайте Довольно таки Коротко Я вам расскажу Про тестирование В Значит у меня есть Такая вот Реализация Моего интервальчика Ну это какая-то Вот там Одна из промежуточных Здесь begin Есть end Там now Ну в общем Вы это все сто раз уже видели Сегодня И к нему есть тесты Значит В питоне Есть библиотека Самая родная И Самая широко используемая Хотя не единственная Она называется Unit test Это клон Java библиотеки Которая называется JUnit Вот Это вообще Ну это супер популярный подход Я там На перловом курсе Практически то же самое Говорю Короче Были ребята Которые делали Small talk Они придумали Какой-то там подход К тестированию Его Первым Утащили Первым популярным Я так понял Он стал в Java Его туда утащили Под названием JUnit И потом оттуда понесло В C++ Это стало CPP Unit В Ruby Это стало RUnit Потом они правда Переименовались В RSpec Вот А в некоторых языках Таких как Перл и Питон У них там свое название В перле это называется Там test class И еще несколько реализаций В Питоне Это называется Unit test Вот Но они настолько Подробно скопировали IP Из Java Что даже умудрились Методы К ML case Назвать Хотя В PIV 8 Прямо сказано Так и не делать Ну вот Ну вот Короче Как это выглядит Есть базовый класс теста Unit test test case Вы от него Наследуетесь Объявляете методы В имени которых Есть Имя которых Начинается С тест подчеркивания И они будут вызваны Как тесты Вот Чтобы все это Случилось Нужно использовать Некий там Метод дискаверинга Там Либо с помощью Самого Unit test Либо вот есть Утилита PyTest Которая Мне нравится По-моему PyTest У них еще и фреймворки Чтобы по-своему Тест описать Но будем ей пользоваться Она нормально все делает Вот она говорит Я нашла единственный тест Ну собственно Я этот файл запустил Она говорит Я нашла один тест И за 5 сотых секунд Его исполнила Что в тесте написано В тесте написано Создай интервал С 1 января 17 года По 1 января 18 И посмотри Что STR Вот такую запись Возвращает Это собственно Метод teststr Вот Это вот то Что здесь сделано Я предлагаю вам Ну нам сейчас Быстренько Чтобы просто пощупать Это написать Test init Этот Ну метод Который проверяет Соответственно init Аналогично Я создам Интервал Который создает С 17 по 18 год Нет Интервал И посмотрю Ну видимо Я тут просто проверю Что Да В self У меня всякие Асерты есть Я видимо проверю Что Интервал Begin Это DateTime 2018 17 Простите 1.1 А Интервал End Это 2018 Ну это Это действительно так Тестов стало 2 Все хорошо Вот Вот Тут Сразу Напрашивается Некоторые изменения Ну казалось бы Вообще Вот эта вся структура Которую я вам показываю Типа Что-то такого особенного Что нам такое Такого Этот unit test Предоставляет особенного Что мы не могли бы сделать сами Ну вот одна из таких фишек Это Метод setup Вот он как раз Комплкейсом назван Который будет запущен Перед каждым тестом Гарантирован В этом тесте я могу Создать интервал Вот такой вот Да-да-да Чтобы каждый раз не делать И просто все Все дальнейшее тестирование Ну давайте Чтобы было покороче Я напишу здесь Interval равно Self Interval Но можно этого и не делать Можно прям С селфом работать Разумеется Оп Все короче Это работает Вот Помимо А вот это Учередно по тесту Мы же можем просто Тест запускать так же Не Если я запущу просто Вот так вот ее питоном То как бы ничего не Вообще А он даже там Правильно у него Пути не настроено Короче Можно запускать ее Если правильно написать Вот здесь Написать там Типа если Вот этот Name равно main Стандартный Правильный То можно будет запускать Или У самого Unit-теста У самого Вот этого Unit-теста У него тоже есть Там Дискаверинг Просто он Чуть более сложный Там надо брать Типа Python Minus M Unit-test Что-то там Я все время забываю И я когда обнаружил Что PyTest все это умеет делать Я вздохнул с облегчением Потому что До этого я Ну каждый раз Гуглил И вот опять забыл Да-да-да-да То есть Когда вы делаете Вот этот вот Name Сейчас я покажу Сейчас на каком примере Давайте вот пойдем В Import sample Вот у нас тут есть Предикат Вот если я скажу Import Не-не-не Даже не так Давайте Я пойду в этот Предикат просто И здесь Совершенно бессовестно Просто напишу Не надо так обычно делать Но я напишу здесь Прям Print Name Если я это вызову Просто питоном То в этом Мейне будет Main Вот он Видите Если я запущу Python Консольный И скажу ему Import Predicates То вот видите Там уже не Main Потому что Как бы Он получает По-моему Имя под которым Его импортируют Что-ли Что-то такое Ну короче Это какая-то Служебная переменная Который Вот это специальное Значение Подчерк Подчерк Main Только в том Случае Если его Запускают Как скрипт То есть Я пишу Python Predicates Вот так А если я его Импорчу То да По-моему Он имя Получает Сейчас Давайте проверим Import Import Predicates S Да Не-не Значит Не имя Что-то Я даже Затрудняюсь Сходу сказать Ну короче Не main Он получит Если импорт Видимо Свои имя Получает Вот А да Да Все правильно Да Ведь когда я импорчу Predicates У меня же все Внутрь Predicates Попадает Как бы Модуля А когда я его Запускаю Прям питоном То ничего Внутрь Никакого модуля Predicates Не попадает Не попадает Он у меня Прям Глобальной Опласти Видимости Оказывается В этом Разница Ну то есть Я же теперь Пишу Predicates Точка Там Even Ага Вот То есть У меня появляется Вот такой Как бы Namespace Модуль То что называется А когда я его Просто вот так Вот исполняю Он не появляется Поэтому Там Ну да То есть Это обычно Такая защита От того Чтобы он ничего Не делал Если его Импортнули Если тебя Импортнули Не надо Пытаться Что-то запускать У тебя Видимо Просто Импортнули Чтобы С тебя Функции Гнуть А если Тебя Запустили Питоном Непосредственно Тогда Можно Начинать Что-то Делать Например Запускать Мейн Ну это Обычно Так Устроено Да Ладно Давайте Дальше Про тесты Короче Помимо Того Чтобы Я хочу Потестить Init Я хочу Отдельной Строчкой Потестить Init Но отдельный Случай Дефолт Вот так Через двойное Подчеркивание Кейс Обычно Пишут Соответственно Здесь Мне уже Не подойдет То что Насетаплено Я хочу Создать Свой Да Я зря Все это Вот И Соответственно Я здесь Скажу Self Assert Equal Interval Begin DateTime 1970 Первое Первое Это правда Да Interval Что-то где-то сломалось А Да Пайтест Надо запускать О Три теста прошло Все хорошо Все работает Вот А только Есть проблема А как нам Тестить End Кого есть Идеи Что в энде Это лежит 2018 Третье Что там Какое сейчас Тридцатая Во-первых Это уже не работает Потому что там Есть время Вот И Где он там Уверяю Вот он 20-30 Уверяю вас Что пока я Короче буду Вбивать туда Нужную минуту Секунду Она утечет И все такое Но даже если бы там не было времени То нельзя же писать тест Который будет работать только сегодня Завтра Он тоже должен запускаться Да 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 Вот То есть Логичное Предложение Типа Да То есть Now не работает Потому что Она успевает утечь Да Вот предложение Зала Давайте проверять Что это Now Там С какой-то Точностью Ну Это конечно Сработает Но звучит Прям Прям Грязно Грязно Вот На эту тему В общем В юнит-тесте Предусмотрена Специальная Предусмотрена Специальная функция Патч Вернее это не юнит-тест А юнит-тест Мог Это целый тоже Мини-фреймворк Я не смогу Про него Рассказать подробно Но Я в двух словах Расскажу Что он позволяет делать Патч может работать Там разными способами Но в том числе Как декоратор Я этому патчу Могу сказать Что типа Дружок А давай-ка DateTime Там типа DateTime Now Ты подделаешь И он нам его передаст В качестве переменной патчет Который мы сможем объяснить Что мы хотим Сразу Оговорюсь Это не работает Потому что DateTime DateTime Это built-in Питанящий В него В нем рыться нельзя Но мы можем Вполне порыться В том DateTime Который мы в Interval Импортнули Вот в этом Даже не в Now А придется прям В DateTime То есть Interval DateTime Это патчет И мы получаем Специальный объект Давайте я его прям Принт сейчас сделаю Патчет DateTime Эту строчку мы сейчас Уберем Пока Да Чтобы Минус с Да Вот видите Нам пришел Некий MagicMock Мок Это типа Подделка Вот MagicMock Это такая Специальная Магическая подделка Это объект Который Еще понимает Объяснение Как ему Себе вести Мы говорим Слушай Патчет DateTime Когда у тебя Попросят Now И когда его вызовут То Return Value Этого DateTime Now Это DateTime 2018 3.30 Все Мы На время Вот Почему Почему Это декоратор Потому что Только на время Этой функции Мы полностью Подделали тот Now Который Вот здесь Используется Именно Вот в этом Модуле Вот И теперь Мы можем Спокойно Сверять Что End Это не настоящий Now А тот Который Мы подделали То есть DateTime 2017 18 Простите 3.30 Скобки Не хватает О Все Работает То есть Вот эти Моки Это способ В тех местах Программы Которую Вы не можете Контролировать Подменить Что-то И потестить Подмененную Версию Да Это Обычно Хуже Да Это Только Для Тестов Это Обычно Хуже В том Смысле Что Всегда Есть Риск Что Я Замок Подменил Что-то Что на самом Деле И сломано Было Как раз То есть Может быть Этот DateTime Now На самом деле Вообще Не возвращает Now Может Я его по ошибке Считаю Что он Возвращает Но Как бы Ой Это Вот Так Есть Некий Баланс Да Ну Это Вот Этот Декоратор Так Работает Что Он Говорит Я Подменю На Мог Передам Тебе Этот Мог А Ты Ему Объясни Что Делать Вот Потому Что Если Просто Его Подменят То Здесь Будет Не DateTime А Подменить Возвращение 30 марта Да Да В смысле Сам Принтом Вот Смотри Там Патчет DateTime Ровно Как И Патчет DateTime Now Ровно Как И Патчет DateTime Now Вызвано Это Все Моки То Мог Работает Так Вот Видишь Magic Мог Magic Мог Magic Мог Треть Три Мог Работает Так Что Из него Что Не Вызови Он Еще Один Мог Возвращает И Он Типа Я Умею Все Я Никогда Не Упаду 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 Или даже наоборот. Мало того, что это флуза, то еще и платно. Поэтому все сервисы, которые шлют почту, шлют смс, вообще взаимодействуют с внешним миром, ходят в интернет, их обычно мокают. Или делают какие-нибудь параметры. То есть в тех языках, где вот так легко замокать нельзя, там просто делают параметры. Типа... Это называется dependency injection, типа выясняй now вот этим вот объектом. И подсовывают в отдельный объект, как бы, параметры. Вот так вот. У этого, короче, у Unitest, у UnitestMock еще миллион фишечек. Но мы закончим на этом, потому что как бы никакого смысла сейчас въедаться нету. Я просто вот так вот широким мазком показал, что вообще бывает на свете. Ну и там со временем вы как бы поймете, что зачем, научитесь чем-то пользоваться. И когда вам чего-то будет не хватать, вспомните, что вот бывает такой классный патч в юнит-тесте, это не о чем. Нам в домашке вот так же, как в этой строке, нам донестируют наши классы, то есть умение с ними реализации. Да-да-да, конечно, вся домашка про то, чтобы все это было аккуратно рассовано там по файлам, по классам, чтобы была какая-то иерархия, чтобы это был, наконец-то, не просто какой-то скрипт, который что-то там делает, а чтобы это была, ну, как бы, более-менее полноценная либо. Каждый класс иерархия классов может быть в одном файле вполне. То есть в питоне нет требования, что каждый класс публичный в своем файле. В смысле, его нет ни технически, ни логически, то есть так и не принято, не то чтобы принято. А я не помню, что там матч есть, и что еще. Ну, там, может быть, даже одного файла достаточно. Это как бы еще дело вкуса. Кому-то нравится бить там, кому-то не нравится. Вот, я, в принципе, все рассказал, что хотел. Ну, то есть мы с вами, напомню, про импорт поговорили, поговорили про ОП, про всякие классы, там, класс метода и всякое такое прочее. Вот, ну и про тесты я немножко рассказал. Теперь, в принципе, не должно быть у вас никаких проблем понимать вообще основную, основную массу питаниячих программ. Вот, даже я, наверное, мы даже много уже рассказали для этого. Дальше начнется уже всякая там подкапотная магия и разные, ну, непосредственно прикладные штуки, которые мы, собственно, и обещали. Но перед тем, как рассказать прикладные, приходится делиться общей инфой. Можно вопрос задавать? Да, вполне. А вот насчет ООП, сразу не получается так, что мы в питании нарушаем, которые важнейшие свойства, которые... какие данные? Не, не нарушаем, потому что нельзя иметь, ну, в смысле, нельзя получать доступ к атрибутам, которые, имя которых начинается подчеркивание. Мы же можем... Можно? Не, 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 я с палкой приду прям и запрещу. В ответственность нарушаем, то есть... Не, 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 нет, 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 нет. Логически не нарушаем. То есть, как бы, в этом смысле и в плюсах мы нарушаем, потому что я могу взять и память вычитать, и ничего ты от меня не скроешь. Я тебе больше скажу, что, как бы, ну, как бы, это реально просто. Там, если знать, как у тебя атрибуты по памяти разложены, что там делать? Ты берешь указатель, там, 4 прибавил, кентук останул, все, вот твои данные. Ну, не, ну... Ну, как бы, да, с опресс-варгнинг, а тут пайчарм поругается. Нормально все. Вот. Смотри, в Java есть рефлекшены, в Ruby есть рефлекшены, в Perle такое же правило, как и в Python, в JavaScript я вообще не знаю, там, по-моему, тоже такое же правило, как в Python. С чем я там еще знаком? Что-то, наверное, все из того, где я понимаю, как это устроено. Короче, везде можно докопаться. Вот. То есть, ну, на мой взгляд, ограничение, типа, в имени написано, что нельзя, оно ничуть не хуже, типа, чем, ну, любое другое. Ну, то есть в Ruby нельзя, вот, там есть private, да, но ты вместо того, чтобы писать object.method, ты должен сказать, типа, object.call в скобочках method или что-то такое. Ну, то есть, ну, как бы, да, какие-то усилия приложить. Ну, и все. Не-не-не, конечно, нет. Да, и всего 8, ну, или сколько-то там, по каждой лекции, поэтому, как бы, нельзя запаздывать. Их просто закомичены 3, потому что, ну, мы сделали каждый по лекции, вот. А, так мы их заведем в план. Потихонечку. Мы их придумаем, закомитим, заведем в план. Все нормально. Вот. Можно посмотреть по списанию, я точно не помню. Да-да-да, мы, в основном, чередуемся. Там меня будет, по-моему, под конец чуть больше, чем остальных. А, в целом, нас поровну. Так, да, давайте я остановлю скрин. мы их, мы сочирили. Продолжение следует...